Готовность 985, суперсоветели ФОВАЧЕСКИ! Здрасте! Однако, здравствуйте, чё-то у нас сегодня прям стримерский день. Играю против Сергея Жигал. Ты, подаваясь буквы на суббых. Забавно. Так, ну давайте сыграю я Каракан. Кто не помнит, мы позавчера играли две партии. Так, ну давайте. Давайте повторим это дело. Но я там чуть улучшу. Там я получил плохо, потом партию выиграл. В итоге... Ну тут я попробую это дело чуть улучшить. Пожалуй. Сюда. Так, задумался Сергей. Тогда он против меня играл Кунг Е1, Аш5, А4. Теперь решил сыграть другую систему. Хотя есть вот Ф6. Так, ну тут Кунг Е7. Сюда. Ну давайте опять захватываем пространство. Точно уже можно. Мне кажется, Ф6 надо. Уже пора. Или А6 надо. Я не помню, А6 ходить. Не, наверное, А6 стоит войти всё-таки. Давайте сыграю А6. И потом уже есть идея, и КПТЕФ6. Здесь, да, прихватили белое пространство на ферзевом фланге. С3, С4. Да, ну чёрный тут часто идея это подрыва центра, то есть белый пакать центр. Но чёрные будут пытаться его подрывать. Здесь план проводить. Да, ну вот это забавная встреча. Прямо подряд Максима Марию. Образит G4 в подобных случаях. Так, тут H5. И сыграю Слон Сергей Жигалко. Так, это мы уже, что мы видели. Хорошо сделано, ну ладно. Вот играю, что он бьёт D3. И мы просто C5 стоит всё-таки пойти. C5 играет Вова. Дальше что-то где-то полезно потом Кунг Е7, Кунг Е5. Тогда я неправильно F6 провёл себе в квартире. Сыграть спокойненько. Последний нажив. Здесь чем хорошо, то что такой не будет. Более правильно играет Вова, конечно, на F5. Так, пока Ферзян C7 поставлю. А так здесь всё более-менее нормально у нас. И дальше будем улучшать свою вторую. Что на G6 она ничего не делает. Так, вот эту, Слон Е3. Ну давайте Слон Е3 пока. Какие партии у нас сегодня? Пока раздаваемся, даём нацепить. Люди, всем ещё раз привет зрителям, кто нового присоединяются. Всех рад видеть. Да, и напоминаю, давайте, кстати, может через Кунг Е4. Да, и нацепить. Напоминаю, что если нравится Ф3, болеете за меня, то любая ваша поддержка, лайки, подписки, донаты, всё очень приветствуется. На F5. Довольно логично. Так. Время у нас 179 зрителей. 69 лайков. Мне нравится комментарий. Взлать их 4. Да, прямо сейчас стою хуже и прямо сейчас дебют разыграл. Не, ну, конечно, не особо хуже. Ладно, пофиг. Какие персонажи. Лежку борется за пункт G5. Понятно. Так. Так, друзья. Давайте слоны Е7. Покажем. Слон Е7. Ну, здесь слон G5. Здесь ход, хотя, конечно... На Е3 торопится смысла не любить. Не любите теряться. Так, ферс А4. Ну, сложно довольно позиция. Ферс Убилу должно быть получше. Но. Слон G5. Но, но, но. Да, ну, последние, кстати, уже 3 партии подряд против Сергея. Я вот играл в его турнире один раз и... 100% в этом ходе. Две партии у себя в турнире. Мы с ним встретились. Так. Я ни одно не проиграл. Две ничьи, одна моя победа. Да, ну, сложная позиция. Не факт, что у меня тут прям хорошо. Не знаю, это новая тенденция или просто совпадение такое. Слон Г5 уже отступить. Ну, приятно достаточно. Так, все-таки рокируюсь. Я думаю, пора. Во время стоим практически одинаково. Кстати, с ним очень важно стараться по времени поддавливать. Потому что он любит подумать в Блицам. И какой бы он ни был быстрый, но на секундах играть потом все равно тяжело даже ему. Да, но если белый бьет на Ц5, я, наверное, сначала пробью на Е3. И потом уже только возьмем Ц5. Давайте, ладно. Давайте сюда поставим. Да, возможно, я и накосячил, друзья. Можно готовить Ц4. Не знаю, может, у меня с вами упадет Ц4. Возможно, я и накосячил. Ну, ладно, позиция ставится сложной, непонятной. Не знаю, надо ли мне это или нет. Более тысячи зрителей в фантастике, которые хотят Ц4 провести явно. Всех рад приветствовать. Всем добра и оптимизма. Явно хотят. Может, Б5 против? Гра против Владимира Михаловского. Сберет, Б6. Ладно, давай Б5. Так, по времени пока одинаково, нет. Стоим, это хорошо. Кстати, можно и Ферзем на большее взять. Давайте все-таки заберем. Правда, тогда там связки какие-то. Не, лучше конем. Видимо, так. Ну, здесь Ферзем на убегает. Так, сюда. Можно пойти. Конь Е3, Конь С4. Или сразу Конь С4. Вот такая надежная позиция. Где-то Б3 пойду. Конь С4, Слон, Ж5, наверное. Выбьем. Так, вперед. И Конь С4 играем. Тут пойду Ж6, да. Но по черным полям я теперь не так боюсь ослабляться, потому что чернопольный слон только у меня. Соперника нету. Так, Конь Т2, Ферзь Е2. Так, задумались белые. Конь С4 хорош, висит на Е3. Надо, наверное, как-то Ферзь Е2 реагировать. Вот так. За Ферзь Е2, я думаю, полезно сыграть Ладя Б8. Блин, правда, всех защитить убираю. Ну ладно, не страшно. Ладя Б8, подавлю на Б2. Белые, нет, Ладя Ф1 не хочет. Всякий случай. Так, ну пойду, Ж6 отход мне в любом случае нужен. Защищена. На Ладя Ф1 можно пойти или А5, или Ладя Б6. Где-то может сдвоиться и поддавить на Б2. Не знаю, А5 мне, наверное, больше все-таки вот нравится. Во времени поддавливаю. Это радует. Хочется. Где-то мне нравится, кстати, идея перевести и надавить на слабость на Е3. А там давайте поинт Д2. Так, вот хотят выменить моего коня. Пытать этого коня все-таки. Ну окей. Разменяемся. Прогнать, либо разменять. Так, сыграю С4. Так, он В4. Где-то на Ж6 можно. Не уверен, что хочу быть на И4, но где-то появляется такая идея. Так, давай кладем Б6. Так, готовит он жертву на Ж6. Это я зевать не планирую. Проль же 7 играю. Так, он же 6. Профилактика. Не боится ничего. Не появляется какая-ой, тихо, доска, блин. Не боится, ничего не боится. Так вот, нормально. А, это случайно дуск уменьшил, а то было не вовремя. Так, сюда. Даем на слабость. Сюда. Усиливаем давление. Так. Не хочет. Не хочет. Так, ну можно А5, А4. Не, ну не идет. Так, блин. Я уже хотел побить на Ф4. Гладя Б3 пока. Какая-то есть идея пешку дотолкать до А3 попытаться. Ну, какой-то план будет явно проводить сейчас. На 6 как-то... Он неплохо стоял, но слишком уж пассивно. Так, сюда. Ничего не грозит. Вперед. Так, А4, я думаю, хочет. Хотя, блин, этот размен-то может для меня и не сильно выгоден. Я так сейчас смотрю. Возможно. Так, вот атакует. Играет Сергей на атаку. Себе не изменяет. Блин, страшно вообще-то. Вообще-то страшно. Лан 2, А4. Уже еще где-то. Мы играем на контратаку на ферзевом фланге. АК3. Да. Давай так. Так, мне разменять ферзей довольно выгодно. Так. Окей. Наверное,zk杯, хороший. Так, слун-Ц1. Да. У-у-у-у. Кун-Е6 висит. АЙ-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-е-Е! Обаладеть, что случилось, друзья? Вова закончилась время? Йеть. А что, почему он кружево всего? Он, наверное, так хотел выиграть, что забыл про время. Твою мать, а я забыл про время. Ай, друзья, что контент какой-то произошел. Я не видел, кстати, как я буду играть на победу. Твою мать, а. Конечно, надо было коржевосемь отходить. Просто тут все уже, коржевосемь. Ой, да, что-то же 4 попугалось. Не видно, как белые повторятся, у белых уже хуже. Ой, это, конечно, жуткий валидол, друзья. Выкрали. Блин, ну надо просто уронить флаг такой позиции. Какой же бред, ну боже мой. Можете посмотреть на его стриме, что случилось. Мне кажется, он просто забыл, что у него тоже очень мало времени. Хорошая партия была. Надо так и погонить концовку. Да, и просто не успел сделать вход. Конечно, коржевосемь, наверное, искал пути на выигрыш. Хотел, то есть, нас победить. И забыл про кусочку времени. Да, я не видел. Я, наверное, не собираюсь в 2-чах. То есть, на 1 секунде сложно. Блин, ну это обидно. Да, ну, шах и ладья, 7, и ничья, наверное. Блин, боже мой. Здесь, конечно, надо было мне вот в этот момент сыграть, я думаю, Ж4. Да, Ж4. Мне что, мне казалось, что у меня еще есть... Мне казалось, что у меня больше времени, видимо, совсем последние секунды уже были. Тут очень-очень непонятная игра. Но риск есть, если атака не прокатит. Вот эта вот пешка, вот, например, он может не бить, а может пойти сюда. Я думаю, как-то победу сыграть. Я думаю, что вот эта вот пешка может где-то стоить партию. Видимо, там никак, видимо, там ничья уже. Да, так что... Ну, флаг-то гонять зачем? На контур-атаке Володя мог как-то сыграть. Тысяча зрителей, да, друзья. Что там случилось? Слово про время забыл. Можете на его стриме посмотреть. Ну, повезло. В любом случае, спасибо за партию. И три очка из трех, движемся вперед. 200 зрителей на стриме, всем привет. 8-7 лайков, всем спасибо. Я думаю, Сергей уже, скорее всего, просто ничего пофиксировал. Уже вам, да, поставить лайки, подписываться, на это все, приветствуется. Огромная благодарность всем, кто поддерживает.